Это проект Смотри Хабаровск в студии Дмитрий Павленко. Мы продолжаем обсуждать послание президента Федеральному собранию Российской Федерации. Поговорим сегодня о коммунальной инфраструктуре. Непосредственно президент во время своего выступления обозначил, что до 2030 года на модернизацию коммунальной инфраструктуры будет направлен 4,5 трлн рублей. Понятное дело, что не все эти деньги, к сожалению, достанутся Хабаровскому краю, потому что, я думаю, освоили бы, как говорят в бюджетной сфере, нашли бы на что. Но, тем не менее, важно, что начнут решать, ну, это уже происходит, уже решают, но важно, что какой-то новый виток модернизации случится. Давайте об этом в том числе поговорим, а еще про расселение аварийного жилья и о нашей любимой программе формирования комфортной городской среды. Чуть позже поговорим. Следующим составом. Заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков. Здравствуйте. Никита Бажок, заместитель председателя общественного совета Министерства ЖКХ Хабаровского края. Никита Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с приятных цифр, красивых 4,5 трлн рублей до 2030 года. Еще раз повторюсь, да, сколько от этого пирога достанется Хабаровскому краю, ну, пока непонятно, но здесь вот как будто само намерение, как будто бы более важно. В целом, насколько инфраструктура изношена, насколько нужно вообще, насколько остро стоит вопрос ее модернизации. Буквально неделю назад актуальную информацию давал министр строительства, 22 февраля, если ничего не путаю, министр строительства ЖКХ Ирек Файзулин, за пару лет до этого, непосредственно, Владимир Путин говорил о том, что коммунальная инфраструктура в российских регионах изношена в среднем на 40%, в некоторых на 80%. Что в Хабаровском крае, Санислав Витальевич? Ну, в целом, по Хабаровскому краю, у нас вознос где-то порядка 60-65%. Понятно, что очистные сооружения канализации, сети канализационные, они изношены больше, там, под 70%. В среднем, это, опять же, 60%. Более, скажем так, лучше у нас ситуация с летосетями, они постоянно модернизируются тепловые сети, котельные, потому что туда проще привлечь консессионера, инвестора, который может за счет собственных средств модернизировать объект, возвратить свои деньги и продолжать эксплуатировать уже нормальный объект. В целом, за последние два года, получается, прошлый год, да, вот текущий, когда было анонсировано вот это вот инфраструктурное меню, так называемое, Хабаровский край уже привлек практически, наверное, 5 миллиардов. Ну, сейчас вот давайте просуммируем. То есть, порядка 3 миллиардов, это инфраструктурный бюджетный кредит, это М-35, это стройка, это новый объект для обеспечения теплоэнергии жилфонда, который строится. Ореховая сопка. Ореховая сопка в том числе. Потом дальше, это у нас заемные средства, которые необходимо будет вернуть, это фонд национального благосостояния. Там порядка 893 миллиона рублей. Это у нас Советская гавань реализуется. 465 миллионов – это средства специального казначейского кредита. Это на модернизацию котельных заветов Ильича. Там перевод с мазута на щепу. Фонд развития территории. Это уже не возвратные деньги, это субсидии. Это 828 миллионов рублей. То есть, мы, если просуммируем, получается, порядка 5 миллиардов мы уже получили. И это то, что вы озвучили, это все, даже если это заемные средства, то это не коммерческие, это государственные, где ставка смешная, условно. Учитывая ставку, которая текущая, финансировая, конечно, ставка смешная. Несколько лет назад Юрий Петрович Срутнев, когда тоже эти процентные ставки как-то комментировал, когда государство дает заемные средства, что, ребят, посмотрите на инфляцию, мы вам сейчас доплачиваем. Такая ситуация происходит. Соглашусь. 5 миллиардов. Насколько это много-мало? Еще цитату Ирек Файзулина приведу. В России 1 миллиард километров сетей ежегодно нужно модернизировать хотя бы 4%. Ну, это стандартно. То есть у нас в целом задача, чтобы просто-напросто износ не увеличивался, а остался на том же уровне. Это 4 те самые процента. То есть если мы хотим хотя бы постепенно снижать уровень износа, необходимо менять порядка, там, хотя бы 5%. По теплым сетям, по электро, там, это, в принципе, достигается. Ну, это связано с тем, что без электроснабжения и теплоснабжения, ну, собственно, объект не просуществует. В следующем идет вода, там сложнее, порядка 2,5%. По факту, то есть ежегодно у нас не более 2,5% ремонтируется. Ну, естественно, ну, как естественно, по остаточному принципу канализация, ну, которая, как бы, вот течет и течет, да, там, меньше 1% идет. То есть вот с сетями канализации, ну, наиболее плачевная ситуация. Планировалось, помнится, сделать это в рамках либо какой-то нацпроекта экология, какой-то должен был быть отдельный нацпроект, но реализовали только чистую воду, ну, Хабаровский край здесь 2 миллиарда уже получил практически полностью. Ну, в любом случае, те темпы, которые сейчас, темпы модернизации, которые, как бы, которые накрывают Хабаровский край, их достаточно для того, чтобы система вообще жилищно-коммунального хозяйства функционировала? Да. Но чтобы снижался изнут, конечно, этого мало. Ну, опять же, это вот за последние 2 года, то, что сказал, это 5 миллиардов, то есть обороты резко возрастают. Плюс то, что выделяет сам ИСКР, это перечень капитального ремонта, там, порядка 200 миллионов рублей. Это, да, это мало, это недостаточно, но это плюсом к этим миллиардам. И, значит, инвесторы, которые приходят, тот же, скажем так, западный, допустим, Икс Ванина, Икс Хабаровск. Да, это компания Запада, но зарегистрирована здесь, на территории Хабаровского края, чтобы налоги платить здесь. Это квалифицированная компания, это крупные концессии ТМ-35 и, соответственно, центральная котельная Ванина. Плюс, ну, крупным инвестором я могу назвать компанией Шелте, которая зашла уже на несколько территорий с Комсомольского района. Это Амурский район, котельная Альбан, это Николаевский район, котельная, поселка Лазарев, собственно, газопрошневые, начинают на там работу. Это Солнечный, ну, это стараемся привлекать местных. Хабаровский район, много концессий было, ну, как было, они реализуются. Это перевод мазутных котельных на уголь, так называемые котлы-термороботы. Вот здесь сам момент концессии, то есть частный инвестор заходит и взамен на то, что он модернизирует, он получает это в управление на какой-то определенный период времени. Все верно, минимум 15 лет, то есть у него как под ключ. И по большому счету тариф платится не государству, а тариф платится непосредственно, то есть население оплачивает услуги частной компании. Население, в принципе, оплачивает по предельному губернаторскому тарифу, то есть для них в этом плане ничего не меняется. Ну да, для людей ничего не меняется, но просто, я условно, зачем бизнесу вообще заходить, потому что вот стабильный, налаженный денежный поток он существует. Да, в том-то деле, что это постоянный денежный поток, гарантированный причем. Никита Сергеевич, а как вообще вот это 4,5 триллиона, вообще модернизация, в очередной раз президент обращает на это внимание, что вы, как заместитель председателя общественного совета ЖКХ оригинального, что вы там услышали? Ну, я для себя отметил, что отдельно уделяется такое повышенное внимание Дальнему Востоку, в частности Хабаровскому краю, и вот президент недавно посещал Хабаровский край. Действительно, уже реализовано достаточное количество программ и по модернизации инфраструктуры жилищно-коммунальной, и по расселению домов по инициативе, по решению президента были выделены дополнительные средства. Вот программы благоустройства, и мы видим повышенное внимание, я уверен, что в предстоящий период, до 30-го года, ну, существенная часть этих средств наверняка достанется Хабаровскому краю. По поводу, мы как-то с вами тоже в этой студии обсуждали, модернизация инфраструктуры коммунальной и прочее, прочее, вот у меня просто с тех пор, я просто хочу еще раз, чтобы мы это как-то проговорили, когда мы говорим про тариф коммунальный, то он достаточно жесткий, его просто так, с наскоку нельзя увеличить. Вот у нас есть председатель, комитет по ценным тарифам устанавливает, да, ежегодно он индексируется в основном, как будто бы это происходит, ну, потому что инфляция. Такого, что внутрь тарифа можно засунуть инвестиционную составляющую, на которую, то есть значительно повысить тариф, но за счет этого, чтобы коммунальные сети можно было менять, но при этом как будто бы люди платили за это. Вот такая ситуация, она сложно вообще представляется. Сейчас увеличить сильно тариф, ну, нет. Но, тем не менее, мы говорим о том, что, в частности, за счет концессии, модернизация коммунальных сетей должна происходить. Как этот механизм работает? Где, собственно, магия? Как это происходит? Ну, то есть инвестор, частная компания вкладывается в реконструкцию, например, там, котельник, к примеру, они ставят свое оборудование, которое требует меньше затрат на содержание, на эксплуатацию, вот, появляется экономия средств. И вот, собственно говоря, от этой экономии есть примеры, когда компании меньше, чем за год окупали свои инвестиционные вложения и уже начинали выходить на прибыль. Опять же, эффективность управления. То есть компания заинтересована в том, чтобы подобрать наиболее качественное оборудование, потому что они понимают, им его эксплуатировать. Вот, качественное оборудование, соответственно, то есть они на этом не экономят, не ставят, что попало, ставят хорошее оборудование. Ну, кстати, здесь хорошее. Общественный совет проверяет, насколько оно хорошее? Оно, мало того, что оно хорошее, оно еще и полностью импортозамещенное, поскольку есть, опять же, показатели по национальным проектам, которые предусматривают, не менее 90% применения отечественного оборудования и материалов. В том числе, конечно, мы смотрим, что это за оборудование. Мы выезжаем, и эксплуатирующие организации, которые на месте находятся, и просто люди, которые обслуживают, отзывы всегда положительные. В том числе, что оно и современное, то есть это управление по GSM-каналам позволяет мониторить состояние буквально в режиме онлайн. А получается, за счет того, что консессионеры используют более эффективное оборудование, получается снижать себестоимость. Опять-таки, если мы про термороботы говорим, и просто, по сути дела, ты из-за компьютера управляешь где-нибудь этой, не знаю, котельной, управляешь издалека, у тебя там человек не находится, экономишь на зарплате и так далее. А при этом все-таки есть, наверное, еще у кого-то такое представление, что частный бизнес, в первую очередь, что деньги, если где-то можно сэкономить на качестве, экономят. Но есть общественный совет это контролирует. С точки зрения экологии, вот насколько модернизация, насколько экологичным должно быть вот это вновь устанавливаемое оборудование? Насколько это важны критерии? Ну, опять же, все оборудование, которое сейчас производится, оно в любом случае проходит какую-то экологическую сертификацию. И поэтому этот вопрос как-то учитывается. При размещении котельных, соответственно, переводы с мазута на уголь, для мазута это одни условия размещения, для угля какие-то могут быть другие. Поэтому котельная может быть, скажем так, отстранена от поселка или вынесена за пределы поселка. Ну, опять же, пример Ванина. Центральная котельная сейчас находится в центре поселка, там, рядом, внутри, скажем так, дворов практически. То угольная котельная будет вынесена за пределы поселка. Современные методы горения позволяют, ну, действительно, снизить выбросы, ну, до минимальных значений. То есть у нас паспортные КПД котла, угольного котла, это порядка 85%, то в целом по котельной он, бывает, опускается и до 70%. Это берем как старые котельные, назовем, существующие. По угольным котельным, которые современные, у них этот КПД в целом по котельным так и остается 80-85%. Расшифруйте, КПД что это значит? Коэффициент полезного действия. Да, ну, что значит 70% КПД и относительно экологии? Ну, максимально, естественно, 100%. То есть сгорает практически все? Нет потери, скажем так, неэффективных, их меньше становится. Да, потери остаются от них, ну, физика, есть физика, от нее никогда не деться. Это, допустим, потери с физическими дожогами, когда уголь проваливается в решетку и никакого тепла не отдает. Это первые потери. Опять же, те же термороботы позволяют практически до нуля снизить потери с механическими дожогами. Потом идет химический недожог. Это то, что не сгорело. То есть оно взлетело, скажем так, в камере, кислорода было недостаточно, улетело в трубу. Это химий недожог. То же самое, отлаженный режим горения позволяет минимизировать эти потери. Плюс сама конструкция котла позволяет потери тепла с уходящими газами тоже снизить. И получается, что коэффициент полезного действия, вот эти 85% остаются. 100% понятно, невозможно, это вечный двигатель получится. Физику не обманешь. Но вот за счет, скажем так, повышения фактического КПД инвестор, собственно, и работает. Частотный регулятор, на которых можно сэкономить там 15-20% расхода на электроэнергию. Просто их установил, и у тебя уже идет экономия. Слушайте, если это действительно, ну вот, я понимаю, что это скорее исключительный пример, когда за год просто инвестор все отбивает. Но если там год, два, три, но это все равно для инвестиций не такой большой срок, при условии, что ты в 15 лет этим еще поливаться будешь. А нельзя взять и вообще всю ЖКХ, и вот концессионерам отдать, ребят, занимайтесь. Сейчас вот трудно сказать, потому что произошли некоторые ситуации под Новый год, скажем так, в Московской области, аварийной ситуации, где котельная была участника, и сейчас вот, скажем так, такое мнение, стоит ли отдавать в частные руки, не стоит. На территории Хабарского края счастья такого не было, мы наоборот стараемся отдать в частные руки, но при этом котельная остается в муниципальной собственности. То есть эксплуатирует ее инвестор, отвечает за нее, но она остается в муниципальной собственности. Таких рисков мы не видим, в том, что в этом плохого ничего не видим. Инвестор, да, понятно, у него задача заработать деньги, потому что любой инвестор – это предприниматель, бизнесмен, он зарабатывает. Но он зарабатывает таким образом, чтобы при этом не страдало качество услуги. Он понимает, начнет страдать качество услуги, пойдут перерасчеты, претензии, предписания, это лишние, скажем так, гости надзорных органов, ну, ничему хорошего это не приведет. А, Никита, послушай, а общественный совет, непосредственно, вы же в том числе, ну, я не знаю, я все на ФКГС вот проецирую, или там на какие-то другие национальные программы и проекты, но вот количество жалоб и так далее контролируете вообще? Как часто там возникают, не возникают? Или можно ли сказать, что действительно у нас в регионе вот эти концессионные механизмы, они работают как часто? Ну, по крайней мере, по объектам, которые были модернизированы, вот мы выезжаем на эти котельные, которые после установки какой-то период времени уже поработали, местные жители высказывают только, ну, довольные отзывы, поскольку нет перебоев с теплом, у кого-то теплее стали там батареи, например, в квартирах, ну, это же, как правило, поселки. Вот, опять же, концессионер заинтересован в том, чтобы у него на магистрали было меньше потерь, например, то есть он может где-то там ее отремонтировать, чтобы качественную услугу получали жильцы. Вот, и тут еще момент такой, что когда концессионер работает, то, соответственно, у властей, да, есть рычаг воздействия, то есть если человек получил некачественную услугу, он может пожаловаться, концессионеру прилетело, то есть он рискует деньгами, он, конечно, все это быстро устранит. Вот, то есть нет вот такой вот инертности в устранении этих замечаний. Даже дополню, концессионер настолько заинтересован в качественной услуге, что, ну, опять же, концессионер он только на коммуналке, ну, до границы дома. Но есть у нас яркий пример, когда основные потери теплоносителя были не в сетях, с сетями было все в порядке, они были в домах. Рваная магистраль, извините за выражение, текущие краны, он зашел в подвалы. Ему было выгоднее, дешевле отремонтировать, хотя это не его зона ответственности, а зона ответственности управляющей компании. Он отремонтировал, и он на этом заработал, скажем так. Ну, или сэкономил. Сократил потери. Он сократил потери в десятки раз. То есть не там в два-три, в десять раз сократил потери. Ему выгоднее это сделать. Он считает деньги. Я просто так, завершая блок непосредственно про модернизацию коммунальных сетей, вот когда Владимир Путин в своем послании сказал о том, что 400,5 триллиона рублей будет направлено, но включая частные компании, здесь, конечно, в первую очередь именно про этот инструмент и говорилось. И отрадно слышать, что действительно этот механизм, как бы инициированный государством, так они разрешили, да, государство сказало, да, давайте делать, что экономические инструменты внутри и механизмы, они это все позволяют регулировать, и в итоге-то просто люди выигрывают. Ну да, то есть такое государственно-частное партнерство. Вот в этом вот суть, вот этих трех словах. Вот это партнерство, да. Но прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после вернемся, не переключайтесь. Это проект «Смотри Хабаровск». Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, сегодня в нашей студии заместитель министра ЖКХ Станислав Кондаков и заместитель председателя общественного совета министерства ЖКХ Никита Бажок. Мы продолжаем. Давайте ко второму вопросу. Также, о чем говорил президент, процитирую. При федеральной поддержке многие регионы существенно нарастили темпы расселения аварийного жилья. В общей сложности за 16 лет в новые квартиры переехали 1 миллион 730 тысяч человек. В предстоящие 6 лет важно не снижать такую динамику. Прошу правительства подготовить запустить новую программу расселения аварийного жилья. У нас вот буквально на аэродромные последние дома сейчас, и мы говорим о том, что программа по расселению, краевая программа по расселению людей из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, все, она закончилась. Но при этом аварийные дома остались. Вообще, какая картина, чего дальше делаем, что людям, чьи дома признали аварийные после 1 января 2017 года, 2 января 2017 года, кого признали, им чего ждать, как быть? Ну, смотрите, у нас получается на, ну, не на этот год, как правильно сказать, на эту программу, которая до 1 января 2017 года, у нас план был порядка 65 тысяч квадратных метров, мы должны были расселить. По факту мы уже расселили там 74, почти 75 тысяч квадратных. План мы перевыполнили. Как по квадратам, так и по 7, которые мы должны расселить. Но после 1 января 2017 года у нас еще 280 тысяч квадратных метров жилья фонда. На весь регион. Да, на весь регион, из которых порядка 150, это только город, ну, только 150, это город Хабаровск. Учитывая, что нам стоимость жилфонда, там, 1 квадратный метр, Минструй установил порядка 127 тысяч рублей за квадратный метр, то есть, перенажая площади, мы получим что-то около 36 миллиардов рублей, необходимых для расселения, скажем так, оставшегося жилищного фонда. С 2025 года будем смотреть, какой там порядок, то есть, ну, какие правила, скажем так, игры будут установлены. Но если они будут такими же, то мы знаем, как по ним играть. Механизм был. И покупка на вторичном рынке, покупка нового, строительство нового жилья. Вот на аэродроме, эти три дома, которые были введены в эксплуатацию, по ним уже, собственно, до юра расселение завершено. Именно до юра. Фактически, понятно, процедура еще идет. Хотелось бы добавить по поводу перевыполнения плана расселения. Это произошло благодаря как раз решению президента. В прошлом году дополнительно на эти цели было выделено 600 миллионов рублей. И вот бараки по проспекту как раз-таки расселялись в рамках вот этих средств, которые были получены по инициативе президента Российской Федерации. Сейчас у нас финальный очень яркий аккорд аэродрома на 907 семей туда переселиваются. В ближайшее время, 29 числа, буквально там сдача какая-то. Вот технические моменты. Дома уже все есть. Да, да, да. Жеребьевка прошла, все, люди там сейчас переселятся. На этом фоне еще на Восточном экономическом форуме Владимир Путин говорил о том, что потом, когда поручения ноябрьские выходили уже, рассмотреть вопрос переселения людей из аварийных домов, в Хабаровском крае в частности, дома, признанные таковыми по состоянию на 1 сентября 2023 года. Вот эти вот цифры, 280 и 150 тысяч квадратов в Хабаровске, это вот как раз по большому счету на 1 сентября 2023 года? Ну плюс-минус, я ты понял? В целом, я думаю, что-то сильно поменялось. А до 2030 года, вот насколько это реально? Еще раз вопрос, вот сколько нужно средств, чтобы взять и вот по щелчку это сделать? Ну если по щелчку вот прямо сейчас 36 миллиардов, то есть вот сейчас можно было так по щелчку построить и расселить, да, но опять же домаш постепенно, то есть к 2030 году 280 мы расселим, но добавятся еще одни. То есть этот процесс такой, ну, перманентный. Одни дома стареют, новые строим и так далее. Важно, что сам процесс идет. Да, процесс идет. Хотелось бы еще тоже отметить, что у нас рынок жилищного строительства, он сейчас огромными темпами развивается, и количество того жилья, которое сейчас вот вводится ежегодно, я думаю, что наверняка есть механизмы, которые позволяют также приобретать, я знаю, что это реализуется на территории города Хабаровска, когда по заказу муниципальных органов власти, какие-то квартиры под определенные программы уже застройщиками строятся, ну, то есть это как вот выкупаются. А, кстати, выкуп, ну да, у нас опять-таки Владимир Путин такую задачу поставил, Михаил Диксиров периодически про него поменяет, миллион квадратных метров в год. Такая планка, к ней стремимся. Ну, по сути, миллион построим, ну, 280 тысяч квадратов возьмем и, собственно, людей переселим. Выкуп на вторичке, он сейчас по какой цене идет? Потому что раньше были проблемы о том, что, там, условно, квадратный метр 30 тысяч рублей дает, например, там, федеральный бюджет. Это не ну. Где вы в Хабаровске 30 тысяч квадратный, ну, найдете? Такого это нереально. Ну, порядок чисел такой же, что я вот назвал, порядка 120 тысяч. Но, опять же, по каждому населенному пункту это отдельно. То есть в Хабаровске-то одна цена, на выше, в Комсомольске меньше и так далее. Но мы были в квартирах, которые приобретались на вторичном рынке, вот в том году мы выезжали там на Красноречке, в районе Красноречки приобретались квартиры. Они уже с ремонтом. То есть это не квартира из-под жильцов, вот с тем ремонтом, который был. Там делается ремонт, там есть все необходимое. То есть там напольные покрытия, сантехника, освещение, все. То есть выключатели, все. То есть двери установленные. И те дома на аэродромные, вот о которых вы говорили, они также уже с ремонтом. И стоит отметить, что он лучше, чем социальный ремонт. То есть там вот выше среднего, так скажем. Класс. Так, ну смотрите. Значит, заселяем, переселяются люди в жилье, в новое из аварийного. Да и в целом жилье строится, заселяется. Тепло, светло, потому что коммунальная инфраструктура ремонтируется. Ну не все же дома сидеть, хоть тепло и светло. Выходим во двор или рядышком погулять охота. Формирование комфортной городской среды. Это вот на самом деле, когда еще президент анонсировал еще пять новых национальных проектов, я так подумал, ну действительно, куда вот сейчас не ткни, все как бы, ну вот так или иначе на контроле. Все, подо все есть государственное какое-то видение и государственные программы. Ну сейчас хочется где-то погулять. Формирование комфортной городской среды. У нас сейчас, насколько я знаю, первый этап голосования и отбор территорий в Хабаровске, в частности, вот он закончился, так понимаю, по краю тоже. Это предварительное. То, что проводила администрация города Хабаровска, это было предварительное голосование, чтобы получить от людей обратную связь и выявить те приоритетные территории, которые действительно заслуживают внимания. Далее эти территории, фавориты, скажем так, горожан, они попадут на сайт за.городсреда.ру, и уже на этом сайте будет итоговое голосование. То есть таким образом город получает обратную связь, чтобы учитывать мнение людей в вопросах благоустройства. Когда начнется голосование? Голосование начнется 15 марта в этом году и продлится до 30 апреля. Будет представлено порядка 250 различных территорий в 50 муниципальных образованиях. Участвуют не только крупные города, но любые поселения с численностью от 1000 человек. То есть даже мелкие какие-то поселки, они также участвуют в этом конкурсе. А год к году растет вообще количество, вовлеченность людей в голосование? Вот вовлеченность точно растет, да. Люди видят, что от их, скажем так, решения зависит благоустройство территории. То есть проголосовали активно, активность проявили, вот она дворовая территория, вот она общественная территория. Конечно, видно. В 2019 году для сравнения было 34 тысячи участников в голосовании на этом сайте. В 2023 году уже 118 тысяч человек проголосовавших. То есть вот динамика. Но все равно есть куда расти. Безусловно. Да, но в 4 раза уже выросло количество. То есть люди видят, что от их мнения что-то зависит. Плюс к этому, мне кажется, еще я его тоже по себе заметил. Я захожу в очередной раз, даже вот это голосование, которое было у нас, администрацию города устраивало. Я скажу, понимаешь, что так, вот возле меня уже вроде бы все это, я такой, так, ну, буду простраивать. А как я хожу на работу, например, вот летом в теплостанье, чтобы было приятно прогуляться? Так, вот это тогда. И голосую за этот сквер. Очень понятная такая механика, понятно, почему люди и какими вообще руководствуются аргументами при выборе той или иной территории. И, насколько я знаю, да, федеральная программа, она является частью национального проекта «Жилье и городская среда». И этот у нас проект до 2030 года. Да, он продлен по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Этот проект, национальный проект «Жилье и городская среда» был продлен до 2030 года. То есть можно сказать с уверенностью, что ежегодно у нас на территории Хабаровского края будут благоустраиваться общественные пространства. Но самое главное, что идет синхронизация этих нацпроектов, федеральных проектов в рамках нацпроекта. Также модернизация коммунальной инфраструктуры, чтобы не было так, что благоустроили, а там на следующий день пришли коммунальщики и разрыли. Перекопали все обратно. Поэтому, когда площадь Блюхера устраивали, сначала сети ежателем переговорили, чтобы переложили сети. Переложили сети, чтобы лет 10-15 их просто не трогать. Сделали парк. Ванино тоже самое. Идет реконструкция, модернизация котельной и парк. Тоже идет пересечение. Сместили графики работ по коммуналке, чтобы сначала проложить здесь новый участок теплотрассы, а потом благоустроить и больше его не касаться. Но вот здесь от себя тоже добавлю, что не только федеральные проекты в рамках одного национального проекта синхронизируются, но и между собой тоже все национальные проекты синхронизируются. Ну, условно, БКД, то же самое. Вот здесь ли здесь ремонтируем дорогу, а здесь парк строим. Ну, соответственно, тоже, чтобы это все вместе. Чтобы зашли, ушли и... Комплексный подход такой. Да. Ну что ж, этот комплексный подход, да, который в том числе благодаря национальным проектам, он как бы ими мотивируется и стимулируется. Да, национальные проекты у нас, переросшие майские указы Владимира Путина, и все это по его инициативе происходит. Действительно, и важно, что, ну, на мой взгляд, что в конце, вот несмотря на все эти большие цифры, проценты, сложные концессии, сложные термины, в итоге выигрывает обычный человек. Жизнь вокруг становится... Ну, ради него все это и происходит. Ради него и ради нас, и ради вас, дорогие телезрители. Ну что ж, друзья, напомню, сегодня в гостях у нас были заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Станислав Кондаков и заместитель председателя общественного совета министерства ЖКХ края Никита Бажок. Спасибо большое за эту беседу. Спасибо. Друзья, это был проект «Смотри Хабаровск». Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. Смотри Хабаровск. Спасибо.